Наук Александра Дмитриевна Воробьева Однажды жил-был такой библиотекарь, его звали Николай Федоров. Он занимался обычными библиотекарскими делами, составлял каталоги, жил очень скромно и в общем-то даже у него не было какого-то фундаментального образования. То есть было образование такое хорошее, но не слишком на высоком уровне. То есть это не был какой-то профессор или исследователь. Хотя нет, исследователь-то как раз он был. И вот этот человек написал книгу, в которой он рассказывал о том, что довольно скоро, по его мнению, должно случиться возрождение предков. Но поскольку в Библии сказано, что будет страшный суд и что души получат бессмертие, он это интерпретировал как неизбежное событие, которое, по его мнению, вполне возможно предполагает физическое восстановление всех тех людей, которые умерли. И он пришел к такой проблеме, наверное, вытекающей из таких рассуждений, а именно то, что тех людей непонятно где селить. То есть представьте, что все воскреснут, кто жили там 3 тысячи лет назад, 4 тысячи лет назад, 5 тысячи лет назад. Я не знаю, неандертальцы достойны ли они возрождения или нет. Такой вопрос, к сожалению, не рассмотрел. И у него появилась идея, очень хорошая мысль, как можно расселить этих людей. Все просто, нужно освоить космос. Есть много хороших планет, наверняка можно найти планету, где люди смогут жить, и тогда будет прекрасная, счастливая жизнь, вечная, на различных планетах. И вот таким образом человечество достигнет такого вечного блаженства. И вот этой проблеме освоения космоса он, собственно, и посвятил свою жизнь. Он пытался и достигал успешно популяризации своей идеи. В том числе он общался с Достоевским, с Толстым, с Соловьевым, Владимиром. И вот, представьте себе этого человечка. Есть одна, по-моему, одна единственное изображение, которое то есть было сделано практически тайно, в тайне от него. Нарисовал отец известного писателя вот эту зарисовку. Там такой дедуля с бородой, очень такой сгорбленный, сидит. Это что-то вот он пишет все время, какие-то закорючки, кого-то учит, у него там Циолковский учился и другие ребята. И вот представьте себе эту картинку как эротическую картинку. Почему это эротическая картинка? Я сейчас поясню, но я думаю, то, что Вика говорила, немножко прояснила эту интригу. Что же там эротического в этом, казалось бы, абсолютно антиэротическом каком-то образе пожилого человека, библиотекаря, который уперся в свои книжки, который уперся в какую-то очень-очень странную вычурную идею, из нее схватился и начал ее транслировать. Для того, чтобы понять, почему это эротический образ, я предлагаю вернуться также к древнегреческому пониманию эроса, только чуть более раннему, а именно то, которое предлагает Гесиот. Известно, что в мифологии есть как бы два эроса, два понимания эроса. Ну, об этом и Платон тоже писал. Первый это эрос-эрот или по-другому амур. Я думаю, многие из вас видели вот этих пухленьких мальчиков, которые со стрелами летают вокруг какого-нибудь... Древнегреческому пониманию эроса уже в мифологии, которую приводит Гесиот. А именно он рассказывает о том, что эрос существовал вообще-то в самом начале мира. Еще до того, как появился Зерц, Афразита, которая там... Если мы говорим о маленьком эросе, это его мастер по одной из версий. Но есть еще какой-то эрос, какой-то особенный. И в мире до того, как начали появляться боги, люди и какая-то структура, существовала помимо эроса еще сила Танатаса. Это две противоположные силы, которые по сути являются таким кодом. Вот как сейчас мы можем представить себе Вселенную, состоящую из единичек и новиков. Ну, по крайней мере, так говорят, что можно закодировать Вселенную. Для древних греков это была Вселенная, состоящая из двух сил. Сила притяжения и сила отталкивания. И Танатас в конечном счете интерпретируется как такой бог смерти, по сути воплощения смерти. А что есть смерть? Смерть это распад. Распад. Отдаление. Тогда как эрос, это в этом смысле действительно энергия жизни, если делать такой оборот, если это Антоним Танатасу. Это что-то, что притягивает. Некоторое такое всемирное притяжение. Поэтому очень красивая вообще эта формулировка всемирное притяжение. Хотя она значит немножко другое, но может быть применена и к этой эротической теме. И в чем же смысл этого принципа? Я думаю, что это принцип, мировой принцип, который позволяет вообще как-то развиваться что-ли в Вселенной. Позволяет ей двигаться. Потому что сначала что-то должно притянуться, потом что-то отталкивается. И таким образом получается некоторая структура вообще в целом мира. И когда мы говорим о том, что эрос это что-то близкое, может быть как-то связанное с сексуальностью, то здесь возникает вот такая проблема. Дело в том, что сексуальность не всегда эротична, как ни странно. Даже, наверное, не сексуальность, а ну такой потребность, что ли. То есть мы в принципе можем себе представить ситуацию, когда сексуальная потребность или голод не сопровождается эротизмом. Что значит не сопровождается эротизмом? Здесь нет влечения. Так же, как, например, если я хочу есть, если у меня голод, то, возможно, у меня нет влечения к конкретному блюду. Не то, чтобы я так сильно его хочу, или не то, что он меня так сильно привлекает. Но у меня есть какая-то потребность, которую мне нужно закрыть в форме голода. Есть какой-то дефицит, нехватка чего-то. И вот такая сексуальность, которая вырастает на нехватке, не может быть, на мой взгляд, отнесена к эросу, потому что эрос предполагает притяжение. И мы можем себе представить обратную ситуацию, когда какое-то, может быть, даже субъективно похожее переживание на сексуальное переживание, тем не менее, имеет чисто эротическую основу. Ну вот, Амир приводил в пример аниме. Я думаю, что тоже могу позаимствовать этот пример. Поскольку вот эти нарисованные люди, которые часто не совсем антропоморфны даже, несколько выходят за рамки человеческой физиологии и так далее, часто вызывают такое привлечение, влечение, особенно встречается, когда у, по крайней мере, раньше это было, у мальчиков, подростков каких-то, которые говорят, нам не нужны девушки, нам нужны вот эти вот нарисованные аниме-персонажи. И здесь, на мой взгляд, как раз нет вот той самой сексуальности, потому что, ну, если это, конечно, не девиация, потому что все-таки человек, как бы он не был привлечен этим персонажем, он понимает, что это, ну, как бы, у него нет тела, это не может быть настоящим сексуальным объектом. Но при этом есть эротизм, да, то есть привлечение к этому образу, который часто субъективно действительно может быть очень похож на влечение, там, к обычной девушке, да, поэтому так и можно сказать, ну, мне не нужны девушки, потому что у меня есть аниме-персонаж. Но на самом деле это две, два разных отношения. И если мы понимаем эротизм как вот этот общий принцип, принцип вселенной, то тогда, возможно, человек сам по себе, да, и мы можем предположить, что, конечно, древние греки, когда они говорили, что вселенная зародилась, где-то на пороге вселенной был эрос, они говорили во многом, конечно, о людях, может быть, больше даже, чем о звездах и каком-то объективном мире. И вот у меня такая возникла гипотеза, что человек, в принципе, это эротическое существо. Если мы понимаем эрос, вот как этот самый принцип. Почему? Потому что у человека, помимо каких-то, ну, там, инстинктов, да, хотя говорят, что у человека даже инстинктов нет, помимо каких-то реакций, есть еще почему-то откуда-то берущееся вот это странное стремление к непонятным далям, да, к вот этому будущему, которое непонятно, есть оно или нет. Стремление, там, поехать куда-нибудь в Индию, например, или полететь в космос, да, или нарисовать картину. И это довольно странное стремление, поскольку, ну, казалось бы, что-то может тебя привлекать в этой картине. Это же так долго, это может быть муторно, да, там, ночью не спать. Можно с ума сойти, в конце концов, как это сделал Грубин. Но я никому не советую. И тем не менее, вот эта сила эроса, она заставляет, или, может быть, человек позволяет ей заставить увлечься собой и пойти вообще куда угодно, полететь хотя бы даже в космос полететь. И поэтому вот тот образ Федорова, о котором я говорила в начале, это образ глубоко эротический. То есть это, по сути, человек, которому, ну, не надо ему лететь в космос, там, ни за каким делом. Нет у него задачи кому-то отчитаться или выдвинуть какую-то новую идею гениальную. У него даже нет задачи быть прославленным, потому что, когда ему, допустим, предлагали продавать его книги, он отказывался, он не хотел их продавать. Ему вообще было неинтересно всеобщее признание. Ему была интересна вот эта идея, ему манила путешествие в космос как таковое. И, естественно, он заражал этой идеей всех других. Ну, говорят, я не знаю, насколько это правда, говорят, что когда в советское время издали большой такой блок различных биографий, там были не только биографии, кажется, и работы тоже трудной, то туда попал Федоров. И это было несколько странно, потому что дело в том, что он был религиозным писателем, естественно. То есть его концепция, в основе ее было религиозное сознание. И начали выяснять некоторые чиновники, что же, собственно, произошло, почему это у нас в Советском Союзе, тоистическом, опубликовалась такая работа. И говорят, что эту работу пролоббировали космонавты. Поскольку они были настолько заражены этой идеей, эта идея, она действительно как вирус все дальше и дальше продвигалась, хотя уже достаточно много времени прошло, она распространялась, и это была для них вот та самая эротическая идея, которая позволяла им вот эти все тяготы космических путешествий переносить с радостью, с идеей, что это то, что меня влечет. И сегодня, когда мне говорят, что у кого-то там нет мотивации, мне кажется, это довольно странной формулировкой, поскольку с одной из своих учениц я разбирала этот термин, и мы не нашли никакого положительного смысла за ним, что уже такое мотивация. Это какая-то энергия, это какое-то желание. Есть слова желание и энергия. Я думаю, что сегодня, когда говорят о том, что нет мотивации, на самом деле имеют в виду, что нет эроса. То есть по какой-то причине блокируется эта эротическая энергия, энергия, может быть, встроенная как-то в человека. И этот вопрос я оставлю уже на будущее, может быть, для обсуждения. Почему блокируется эротическая энергия, почему не хватает того, что называют мотивацией. Ну, я думаю, это так, наподумать. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...